ну и пожалуйста сейчас начинается серьезная учеба смотрите друзья я не мог пропустить мы прокомментируем уже не одну сотню а сейчас самое главное начинается я все-таки пожалел человека почему потому что этот человек вид себя и себя преподавателем ученым и естественно этим учителем и вот смотрите волшебная грязка да что-то не раз не попадалось такое вот есть много просмотров и вот сейчас поймете это важнейший момент почему я буду отвечать убивать деревья человек пишет почему на саженце не распускаются почки и дерево постепенно гибнет вот это подразумевает одно что он знает правду он сейчас вам расскажет возможно это не его сад или он показывает свой сад допустим свой вот но с таким расчетом чтобы если он сам загубил то по крайней мере люди которые выйдет этот фильм он то получит какой-то вздувает не зря снимает какой-то взду и заодно научит людей чтобы не повторяли его ошибки и тут оказалось что все что я сейчас скажу этот учитель не имеет понятия вот это когда-то вот такие фотографии у меня же не копятся они должны быть сейчас же современное время сейчас вы не должно быть так помните такая бумажечка там четыре вопроса вот и напротив вопрос почему гибнут яблони чтобы ответить на вопрос ответить не за 20 минут на экзаменном этом самым на экзамене а 20 часов тогда лучше ко мне если бы они перестроились по железу то есть вот такие фотографии использовали в качестве вопросника вот ну естественно уже никакой бумажки все на экране на экране также написано смотрите почему на солнце не распускаются почки и дерево гибнет действительно гибнет и тогда он бы ответил так обязан чтобы получить хотя бы тройку сейчас мы будем пробовать четверку пятерку я могу задать экзамен хотите вот давайте по порядку значит то о чем вот это вот человек который это все комментирует не имеет ни малейшего представления вообще ну давайте начнем с это металлическая сетка видите так ну а зайцы он не спасает второе мыши она не спасает мыши прорезут это свободно вы согласны с этим я же увеличил размеры не спасает теперь что куда она втыкается она не просто так она втыкается где-то чуть-чуть закапывается в землю вот запомнили да дальше пункт два смотрите сюда на дальние посмотрите вы видите что это что это грядка цветочная это значит дёрн вокруг дёрн так замечательно ведь человек не стал перекапывать все хотя и такие советы бывают а взял обкопал только престольных круги значит первым делом он уничтожил то что называется защиту корней от мороза просто взял дерн уничтожил он уничтожил защиту двойня первое вот это вот воткнул туда железную сетку раз это значит мороз по ней по сетке по мороз пошел туда корням раз и мороз пошел потому что одна важнейшая защита природе а это дёрн и если вы когда-то среди нас много грамот и вспоминаем что пишет официальная наука морозостойкость корней в общем-то очень-очень низкая культурных растений может быть минус 9 минус 11 даже у подвойных которым используем как морозок и подвой ну там я встречал шифры 13-15 и у тебя писать себе что вот эти 13-15 ведь замерзнутся корни если будет минус 30 минус 40 а голюные корни от мороза не спасены а наоборот вот это два первая сетка который туда мороз по ней проникает помните сколько ругаюсь когда втыкают эти самые металлические штыри и эти арматуры металлическую арматуру втыкаются только для того чтобы выпрямить дерево и советы есть такие а человек не знаешь мороз туда пошел и так наверху минус 40 это еще бы выжило дерево но если замерзли корни как она выживет они 20 не выдерживают это официальная цифра это всех тоже не знает третье побелка побелка это значит это по моим понятиям в данном случае уничтожение коры дерево дерево задыхается ниже кое-что покажу еще а пока вот так задыхаются так и если скажу а что теперь делать а я тоже был победил ладно побелю покрасил заметьте побелка и покраска разные вещи побелка было всегда не очень вредно и отлетает тут же вот зимой не держится а покраска это чтобы не отлетела то есть уже точно загубить кору под этим побелкой по покраской тоже человек об этом не знаю а вы спросите а зачем ты все это говоришь ты нам-то чего посоветую я скажу каком бы когда бы не побелили не покрасили берите и попробуйте отмыть может слабого растворителя но все спасайте дерево это три смотрим сюда вы обратили внимание что теперь дерево на переднем плане умирает правильно заметьте есть еще третье дерево ведь человек он когда не такой уж и нудный он про него не упомянула умирает вон они вот смотрите внимательно на фоне крыши вон они в крыше в дальнем углу вы видите что она тоже мертвая вот так же как ближняя второе с лицами третье мертвое значит это не случайно и человек причину не отгадал и нам тут голову морочил слушаем дальше а промежущее дерево поверьте мне она точно так же побелено точно так же это значит за одно добавляю уничтожены черви уничтожены муравьи уничтожены микрориза уничтожены бактерии где лопата там бактериям делать нечего вот уничтожены подземная эти самая структура те самые вентиляция аэрация канализация все уничтожено и дерево среднее больное а он сходится находит и и голову морозить и не знаю что среднее дерево тоже умирает она тоже обречена и чему нас учили вот этого обидно что незаметно а вы думаете мы все сказал нет ребят помните как это самое при свете фея представитель этой телеканала бобер уничтожала все что подъявил прошли вебинар все что подворачивать под руку до высоты два метра ну докуда хватало это ну по крайней мере выше головы все дойдет десятки десятки отрезан ну-ка а давайте еще крупнее сделаем а давайте что мы видим зачем-то хозяин этого самого взял и то же самое смотрите внимательно вот этот этот уничтожил десятки побегов кто-то когда-то придумал это что они мешают дереву каждый листик это фотосинтез каждый уже одного листика из тысяч нету это на одну тысячную фотосинтеза не будет а если целую ветку отрезать а здесь вы сколько нарезали вот и теперь перед вами прошла зима наверняка это нарезка была сделана раньше может быть годом раньше двумя вон они раны я ничего не выдумал и десятки уж моему глазу поверьте и десятки и вот это все вместе привело к этому к тому что у вас от умирает а это дама не знает и наверняка и слушать меня не станет а теперь как быть то нам я опережаю события вы ребят я попадал так меня допустим критикуют а там какой-нибудь фотография такая полюхонька и видимо вход на его канал и вспомните я так делал меня с грязью я туда захожу а там единственная ролик полутора минуты и он хвастается смородиной размером вот пальца на мизинце видели то есть дикое скорее всего из семечки выросла все ничего нет и с таким опытом он это сам осмеливается меня оскорблять последними словами оскорблять понимаете вот у меня есть сад у меня нет а получается наоборот и тогда я вас прошу и я заметил даже у многих как говорится порядочных людей но новичков у вас свои каналы вы вхожи в эти десятки каналов где вас только нет но почему вам вот этот ролик еще вот у меня же на канале еще кроме вебинара есть что-то на сколько их уже 5000 фильмом с братом пост перестарались кажется как сделать чтобы доходило до всех чтобы вот это вот не делали чтобы не уничтожали вот я по 5 пальцев согнул и не понимать учит и не понимает сделайте чтобы люди видели учились ну перенесите туда туда каждый из вас и не будет у меня этих позорных 300 просмотров течение недели первой понимаете это не мне позор это позор всем нам идем дальше высказался так персик минусинский это одно дерево до одно и вот она была вот вы такое показываем это вот нет вот такой штампа вот такой и вот такое было вот так это вот смотрите забор видели вону вот он вот я позировал телевидение приезжал он замерз по самое вообще исчезла исчез с леса земли остался пень вот тут плохо видно за под лесу земли я показывал не раз вот пень потом за три года снова поднялся и снова засветает а меня спрашивают чем отличаются мои персики хасанские от минусинский с разных мест достаты а минусинский к тому же никогда не пребивал видите пусть он был такой он дал такие плоды потом он взял и чуть не умер пошла этот корней веточкой и он вернулся но самое ценное это вот эти вот вот эти два еще тут сторонский третий вот это его где-то лет 13 биты и сбиты морозами с него с каждого среза за все года немного другие так по 50 и это коллега до сих пор жив вот и это говорит о возможностях именно минусинского персика не укрытый ни разу и не привитый в солете какой у него потенциал я не раз подходил помните когда он цвел и когда на нем плоды были и говорю гордо самые мастерские в мире непривитые персики самым растуете в мире вот они вот ну и сейчас у меня синус как синком сейчас раз продам и все вот и слава богу что не просят потому что вода не видите сейчас мы вот даже сейчас обратите внимание когда сделано делали это было неделю назад фотографии и даже сейчас и все связать видели вот и добить его вот если бы сейчас заказал я вот эту бы отрезал допустим вот эту вот эту они еще спят вот эту вот эту вот эту и десяток бы срезал на этом десяток на другом заработал бы цены скидал до 100 рублей но слава богу больше никто не просит вот это я хотел сказать дальше персик хасанский украине вот значит моего друга салия такие же проблемы украинского друга вот чем я выделяю всех я никогда не видел такой уникальной работоспособности и такой уникальная эффективность вы понимаете что если он берет тысячу косточек раскалывает садит прачивает у них тысячу сажутся да мне такое не снилось и такое не снилось ладно полюбовались вот они все ростки а почему видите тень ведь и расти вот плохо тоже проблема земля матушка а вот здесь вот он тоже посадил дворе . а я спрошу только слева а еще недавно здесь послеводана деревня делал здесь послесь коровы а сейчас это вместо ничего забор все это все же ничего а вот так вот тиснится как может выживает мужик серьезный мужик я еще надо думаю вот нам бы таких побольше сейчас поймете к чему я поклоню вот еще видели это крупный план ход еще увидели и слава богу солнца побольше ну тут все сказать то данном случае вы видите это самый первый засел манджурский абрикос вот 1 мая он выглядел вот так потом 5 мая заморозок а его по барабану именно ему по барабану а нет не 5 мая 25 апреля был заморозок до 25 апреля как видите его по барабану минус 9 так еще одна учеба учеба есть учеба горькая учеба понимаете специалисты они настолько наблаты колес теории что они сейчас будут нас учить опять это мой сад это 5 мая ну что я могу сделать если мне нужен был черенок ну что мне не надо кушать не надо кормить кучу детей вот большую кучу детей приходится помогать всем кого знаю и вот я калечу 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 а вот это учеба если правильно прежде чем быть нормально это нормально смотрите это опять мой сад это нормально срезал до своего а это нормально и опять мой сад а теперь смотрите правильно неправильно вот когда они вот так вот делают да это такая теория из теории мне зло берет вот так нельзя 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 и вдруг правильно поверьте у меня сейчас найдется полсотни или сотня мертвых веток но только если вот так отрезано вот так вот вот так я давно не режу тоже когда-то учился но все четыре одинаково смертельны хоть что хотите его делайте хоть что хотите как бы правильно не делали вот смотрите вот смотрите бесполезно а вот тут еще помню тут помните туда а вот она выбрала 5 этих самых а вот так вот секатором неправильно а вот так неправильно вот так неправильно вот так тоже вот так правильно один хрен все померли вот тогда я это сама вот полюбуйтесь это же не я это книга и вот смотрите еще так я ее не показывал ни разу я сейчас не покажу кто автор крупнейший ученый заслуженный агроном россии узнаете комментировать надо я вам железом говорю новое садоводство означает два случая первое резать по необходимости до по необходимости или не резать вообще а вот то что здесь учат не для того чтобы черенков заготовить по ним по нему на колесе дерево а просто ну примут кровь из носу вот и помните эти мерятьевых ну как же неправильно скидывали вот они не знают что творят у меня не самый холодный климат сибири кто-то пытался даже с украинским сравнивать на кроме нам далеко вот это водка это ужас какой-то ужас не буду показывать обложку лицо автор когда я начал печататься этот человек не проверяю возненавидел я видел меня напечатать в газете со 100 тысяч экземпляров что железо фермер железо проходимец а я же печатал там не вот эти фотографии красивые как самом начале я вот это печатал не смейте не смейте не смейте ужас как это избавиться от всего этого ну вот я сказал себе я знаю это не будет выполнить когда это надо времена сталинские чтобы навести в стране порядок нам нужно прежде всего чтобы не ученики сдавали экзамен а учителя как у каждого учителя есть сад в каком-то три деревца чахло доживают после их учебы вот вот видели выше да и всех первая команда на уровне сталина такого чека значит прекратить учебу если у тебя нет сада закон госдума запрет как угодно называть если хотите называйте это сама цензурой нету сады ты не имеешь права учить все второе все кто сказал что умею пусть предъявят свои сады специальная комиссия из города в город из сада в сад естественно осенью когда все цветет и плодоносит а тут посадят на виду у всех этот саж он уже мертвый помните показывал доктор наук два обрезанных вот так корня вот вот то вот все и вот тут сбоку маленький корешок тоненький весь корень у двухметрового сада вообще нет корня можно назвать один вот такой маленький вот один который да вот надо с ними кончать как нужна революция в садоводстве но нельзя так ведь ко мне же вы видели этот фильм фильм вышел вчера или позавчера брат выставил красиво все и человек в этом фильме говорит да я всю жизнь учил в этом в ямке садить у меня все мертвое я про вас не знал ну а когда узнать ребята еще раз сделайте так чтобы эти ролики вот эти же своего канала вот и вот эти самые вебинары чтобы они разошлись по стране ну невозможно дальше терпеть то или это тоже учеба вы понимаете у них нет других они вынуждены брать для учебы вот эти вот коллег обрезка для начинающих сейчас научат резать дерево мало досталось а вот этот вот саженец из моей конюшки то есть из моего сада сейчас объясню чем тут смысл у меня была грядка вернее у сергея я посадил саженцы на постоянные места а вот эти три четыре метра между ряди он выращивал вместо нас мало он выращивал саженцы вот один чудом остался на месте вот он прекрасный саженец в фильме я показал вот прекрасно растет сорт из суперов еще на него еще суперистец привил где две прививки живые основание гниет как я проворонил очень просто здесь была грядка тут копали тут копали и вот здесь небольшое углубление он умирает это я говорю я себя никогда не сидел я знаю буду тыкать сам это изгнорил саженец а нас учишь вот такой же принцип вот как-то вот как тот саженец еще раз я специально это делаю специально если ты вот так вот сделал атаку тот то будь добр выпусти среди следующий фильм скажи ну я тут маленько это это вот я не все заметила больше не буду делать эти грядки при сольных руках не буду колесить дёрнем все зарастет дёрнем вот и пошла поехала уберу эту сетку ну ладно бы она дает она же передает туда мороз ну ладно бы она от кого спасает от зайцев не от зайцев до полутора метров становится на заднюю лапу грызут на высоте метра больше вот от мужчине спасает от кого в общем можно перестроиться на ходу ладно идем дальше итак что было сделано потом фильме вспоминайте мой внучок взял лопату и прокопал канаву потому что склота есть вот такой и стоит только прокопать канал и больше здесь никогда не будет стоять я тут потом конечно сделку и как я потом тяпка еще раз гребу чтобы оба вообще-таки не так в более-менее ровно канаву сделаю поглубже прошивше вот чтобы нормально вся вода утекала но потом пусть заставить травы тогда мы себя не прощадила глупости наговорила из пяти этих ни одного не догадалась я для одной причины почему они сад мертвый первый мертвый третий мертвый ничего не заметил и то что средний умирает тоже не заметил так друзья меняем тему до сих пор идут заказы мало совсем мало но на черенки значит они еще даже нужны я надеюсь осталось четыре штуки снимок старый осталось четыре ножа первичных нашего друга вот это еще один земляк украины но этот особый земляк вы знаете нам бы побольше вот этих однажды 30 лет назад 40 не знаю когда взял и приехал сюда на русском не просторную а руки золотые вот видите как теперь он уже это сибиряк натуральный сибиряк рыбалка охота уникальные эти самые уникальные ножи я забыл сюда его телефон пересомачить для чего а вдруг у него же кроме ножей еще есть просто назовем их охотничьи тоже уникальные выделки получается что я ошибку сделает при каждом случае даю номер телефона сделал так 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 как так 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 то он золо Mutta seur off но такой случай пускать нельзя вебинары всего раз неделю 8 983 192 07 70 если чего звоните его напрямую я имею ввиду он так-то не любитель высылать по почте это передоверил мне также небольшой узел а значит вы допустим можете кто-то рядом живет что на гос шушенская абакан или попросить передать как-то переслать таксистов как угодно так идем дальше вот эти вот остались не тронутые даже супер серафим осталось несколько дней до вытянуть тут их уже не сохранишься всего скокосочки ну что есть то есть вот нарезал уже видите когда перед самой весной вот они вот это интересная тема мы раскручивать будем потом значит два дерева культурное и дикое это как два брата акробата вот у них теперь они сами видели действительно два брата что дальше дальше я вам показывал один раз сошел теперь долго не найду на ладони шесть плодов было три крупные три помельче вот то есть идет усреднение крупные стали помельче а манжурцы стали крупнее и уже как бы достигли уровня культурных абрикосов то есть манжурец но получилось уж точно культурный абрикос косточки чисто сладкие ой косточки мягко чисто сладко этому такой пример а для чего покажу очень искали твои фотографии вот так точно чтобы были плоды на нем давайте продолжать эту тему чем я отличаюсь от людей от этих усилий посадили саженец посреди лета вот метр искалеченный штамп вот корней нихрена нет вот он тебя как-то я специально шел фильм про этих же бобров они взяли саженец вытащили его якобы из горшка а он же полутора метров в горшке он должен быть уже как камень знаете вот как помните Сергея показывал вот сам на сяре Сергей вот так саженцем стоит держится а семилитровый горшок на весу и мертвый держится держится все а там получилось так что им бедолага мало того что видно что уже лето вот они где-то раздобыли саженец так ставили в горшок присыпали землю а когда высаживали это так смешно было они отвернулись этими местами взяли отвернулись я прекрасно видел что когда они секунда я даже специально сфотографировал показал отвернулись вынимали якобы земле и земля осыпалась и они садились голыми корнями двухметровый саженец изувеченный в общем никогда не покажут вам что будет потом ничего показывать а вы меня долбите а вот уже который год показываю уже показал и показал плоды вот здесь валялись и показал плоды на руке и еще покажу еще пока буду жив это настоящий садоводство как вот садоводство по железу я назвал новое злятся на меня пусть злятся ни одного агроприема если взять вот кто-то составит допустим инструкцию 50 агроприемов он тебе рассказывал книгу открываешь перепахали удобрение внесли и пошло поехало вот ни одного агроприема которым я согласен ни едино вообще то есть время получал или по-другому или наоборот это действительно новое садоводство и оно натурально вот оно все на лицо идем дальше вот сейчас я вам все покажу почти шутяга заметил шел дождь я подошел чтобы набрать этих самых я фотографию позже сделал когда дождь кончился вот сверху видите вот тут вот это вот лежит профиль да крыша видите маленькую дырочку сейчас этой дырочки вот я показываю кто видит курсор вода падала именно вот сюда вот на это вот на одно бревнышко все остальные сухие а одно бревнышко покрылось грибами вы почувствовали разницу что такое вода причем вода не каждый день у нас редко тем не менее сгнило только внимание только одно на которое падала вода прямо на моих глазах и стою рядом кап кап сюда итак связь а они почему-то этого не знают это не просто бревнышко это часть дерева это его элемент это часть это самая часть штамба учитывая размеры да искалеченный штамп отпилили и он начал гнить и вот когда идет вот эти процессы гноения уже в натуре вот эти вот самые они даже не догадываются об этом вы понимаете они продолжают вот смотрите обрезка плана они продолжают калечить дерево ну вы видите что творится то они продолжают калечить деревьев просто так вот именно это ну им то надо заработать только поэтому вот эту жилую судьбу сыграла во оплачиваемые вот эти ролики ой сколько кинулось этих самых неучей а я вам специально вот вот видите вот пошел вот видите дырочка пошла вода попала только на одно бревнышко и бревнышко сгнило и так у нас гниют по России идут дожди искалеченные деревья идем дальше я специально делал так вот смотрите я написал споры грибов дурят нашего брата вы знаете я до сих пор считаю я это сам убедился потому что я обследовал уже не сотни уже тысячи деревьев вот и что получилось мне всегда вот это в начале было так у меня есть фотография если когда-то найду вы увидите огромное дерево но оно в саду оно было спилено за подвесной землей и один из моих друзей все с кем я уже знаком 20-30 лет так взял выкопал вокруг него полутора метровую канаву ради чего как это называется когда мы эти самые стараемся корни вынуть из земли вот ну обрубить отпилить раскопать корни и обрубить и вынуть из земли вот такое кусище и он стоит этот самый на глубине у него вот так землю копался по грудь смотрите вот так вы можете себе представить какой гигантский он целый день выкапывал вот а у меня не было он старался вот за его работу он считал что он должен избавиться это как бы большая масса корней его напугали что под землей корни гдить будут все там кислая почва все 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 вот у меня таких не было конечно а вот таких много было я по первости уничтожал как вы вот я вот беру допустим спилил видите спил вот и теперь его доедает кто грибы и вот эти грибы это мы помощники номер один заметьте я не обкапывал я не вырубал корни вот заметили я ничего не делаю кроме вот спилил и все дальше грибы грибы помощники и вдруг ужас споры они же дадут миллионы спор ах вот это вот и опять их выкапывают и я уже избавил допустим от 50 от 100 этих позорных приемов выдуманных испачивающих да мы возьмите допустим всю землю вокруг если сгрести вот там тысячи спор вот это все ну взять какой-нибудь острый что-нибудь шпатель все сгрести все перемолоть все а потом засыпать мои деревья этим же спорами и ничего не будет живую ткань не едят нет спора надо было угробить дерево а потом проклинать якобы грибы хотя грибы уедят то что уже вы угробили я показал пример это просто еще один пример вот так мне нужно на кухню подлить немножко водички вот и почему и ведь на полном серьезе ведь пишут выкапывайте их целиком ужас саду они же гнить будут и пусть гниют вот кому они мешают если бы у меня сад был бы ну постоянно болел бы что-нибудь умирало бы да нет же ни хрена это не болеет я его называю лучший в Сибири один из лучших в России ну прислушайтесь как поверьте что не надо ничего делать просто не делать так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для садовой науки... Не подходить... Не шелушить... Не обрезать... Не вырезать... Прекратить эту дурь... Когда... Путают работу садовода... С работы плотника... А еще и бетончик... А я вам еще такое расскажу... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...